Всемирная ассоциация казахов, фонд «Отан дастар» и государственная концертная организация «Казахконцерт» представили новый онлайн-проект «Ладала Еленен». Идея существляется по инициативе Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан. Главная цель – сохранение национальной идентичности, обеспечение духовной поддержки казахской диаспоры за рубежом, а также приобщение к музыкальному искусству Казахстана. Мы по просьбе наших соплеменников запланировали несколько концертов, но из-за сложившейся ситуации мы решили провести их в режиме онлайн. Как вы, наверное, сами знаете, казахи, проживающие за рубежом, множество раз оказывали гуманитарную помощь Казахстану в разные времена. И это мероприятие – это своего рода благодарность за их отзывчивость. В рамках проекта прошел онлайн-концерт всемирно известного этнофольклорного ансамбля «Туран». Свыше 600 сольных концертов коллектива прошли уже в более чем 70 странах мира. Каждый, кто проживает там, за пределами своей родины, всегда скучает по родным краям, культуре и музыке. И это мероприятие мы решили провести, чтобы подарить им духовный отдых и чтобы они не тосковали. Ансамбль представил слушателям традиционное музыкальное искусство Казахстана и звучание национальных музыкальных инструментов в новом формате. Также мы исполнили свои авторские композиции. В программу онлайн-концерта вошли популярные кьюи, как Акса Кулан, Косбасар, Аку и другие произведения. По плану такого формата концерты пройдут в сентябре и октябре, отметили организаторы. В столичном дворце школьников открылся учебно-воспитательный центр под названием «Мир Аль-Фараби». Его создание посвятили празднованию 1150-летия великого ученого. Названный вторым учителем Абу-Насыр Аль-Фараби внес огромный вклад в философию, логику, метафизику и естественные науки. Новый центр, считают во дворце школьников, поможет пробудить в подрастающем поколении интерес к наследию мыслителя. Мы хотим донести до наших юных учащихся, насколько это была разносторонняя личность, насколько интересным был жизненный путь ученого. О достижениях Аль-Фараби знают за рубежом, но не знают у нас. В особенности подрастающее поколение. Его значение в мировой науке велико. Благодаря трудам Аль-Фараби ученые смогли узнать глубже наследия Аристотеля, Платона и других греческих мыслителей. В честь открытия нового центра выступили преподаватели отдела инструментальной музыки Дворца школьников имени Аль-Фараби. Они исполнили произведения известного композитора Кумизбекова Фараби Сазе. Состоялась и церемония открытия бюста ученого. Его создал член Союза художников Казахстана, известный скульптор и график Бахаджан Арипов. В Алматы в Казахской государственной филармонии имени Жамбыла состоялся концерт виолончелиста Ермека Курманаева в рамках открытия виртуального фестиваля классической музыки «Филармоник-онлайн-фест». Лауреат международных конкурсов исполнил четвертую и пятую сонаты великого немецкого композитора Людвига Ван Бетховена. В качестве концертмейстера выступила пианистка Анара Камельинова. Четвертая соната вообще нестандартная. Порой даже слышатся какие-то романтические нотки, как и в пятой тоже. Но в пятой она уже, видимо, программность этой сонаты Бетховена была задумана как более серьезное произведение, уже как конечная его точка над работой над сонатами для виолончели и фортепиано. И заканчивается фугата. Вообще фуга в классической музыке, да и вообще, начиная от баха, это, наверное, было всегда таким апогеем композиторов. Филармоник Онлайн Фест – первый онлайн-фестиваль классической музыки, запущенный при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан с целью подарить зрителям возможность насладиться музыкальными шедеврами в исполнении солистов и коллективов, не выходя из дома. Фестиваль включает в себя 11 концертов, которые будут транслироваться на официальном YouTube-канале Филармонии. Редактор субтитров А.Семкин